Мое время кончилось Добрый день Это Виктор Николаевич Своя пекарня Я служил в морфлоте А сокращенно МФ Морфлот И вот теперь мое время Уже мне 74 года Я снова все оставляю и на МФ перешел Для меня главное сейчас молитва и форум МФ Я писал книги, я перестал писать Сказал все Я их издавал, я перестал издавать Я писал стихотворение 3400, перестал, сказал больше не буду У меня прям рука дрожит охота написать Я отрезал себе Я писал письма У меня в год уходило примерно 1200 писем КГБ у меня все сожгло Но у меня сохранилось моих писем По 650 страниц, книги переплетены Одни письма только, 77 томов Я перестал, ни одного письма не пишу Когда нужно ответить кто-то или в интернете Я отошел от всего абсолютно У меня началась другая жизнь Я все сделал Теперь у меня благовестие по всему миру иду Сейчас желание пройти Францию, Испанию, Португалию Скандинавию И повернуться по Прибалтике Юг мы все весь зашли Где только можно было А теперь по побережью пройти Там Албанию, Хорватию Все остальное, Швейцарию Это невероятно Но нынче мы вернулись 15 стран позади Это Господь сделал Итак, вот эта вот книга К истинному православию Здесь по тематике О чем? Вот смотрите Ну, то есть, когда читаете О Бродобритии Понятно Вот Вот коротко только Сейчас покажу Издание второе дополнено Считайте Громче Кастр выражает особую благодарность Клименко Владимиру Федоровичу Главный редактор газеты Алтайских картин За науку Благодаря которому Еще при советской власти Многие из этих материалов Были ездены общим тиражом Около 150 тысяч экземпляров Еще Материалы для этой книги Собирались 40 лет Выражая большую благодарность Архиереям Священникам Московской Духовной Академии Библиотекам Которые по крупицам Помогли сделать подборки материала Хоть может со времен Блаженного Иеронима Средонского Умер в 420 году В православии не появлялись Материалы такого рода Так вот эти вот пять книг Я торжественно вам Вручаю Дарю Если кто спросит Сколько стоит Скажите примерно 115 евро Каждое Вот это вот Это все в чистом виде За вашу честность Как Господь вам дал Положил на сердце За вашу искренность Я не раз ставил в пример Почему вы не пишете Как Ритунский Как Тепляков Зачем вы выдумываете Зачем лжете Вот он был Хороший Плохой Мы же не готовились Какие есть такие Зашли в класс Мы ничего не подготавливали Это не Потемкинская деревня Вот собачонка маленькая есть Вот представьте Я вернулся Чемпион в Сибири И в это время Идут занятия у нас И Сергей говорит У нас в Томске сейчас Там выставка С собаками Соревнования идут Помолитесь Мы встали все сразу Где один ребенок там сидит В школе там Помолились Минут 20 прошло Он звонит Велика молитва верующих Мой Роган Стал чемпионом России А он два месяца Фактически со мной ездил Так температура 46 градусов была Внутри Это ужасно Но я каждый день Помаленьку занимался Он должен был все забыть А Господь так сделал Чемпион России Это уже знак Ну не просто так Он с нами в этой газели Постоянно ездил Все время он со мной Мы сзади были Спали Вот они иногда В Германии Нас приняла знакомая Там они в дом Ребята ночевали Я никогда не покидаю машину Я только в машине Слишком дорогая цена У нас нет ни копейки Но Бог сделал чудо Мы купили машину Батюшка меня один раз В городе такое увидел Я выходил из банка А ты что здесь делаешь Мне сегодня нужно было 700 тысяч И 700 тысяч будет заплачено То есть Говорят препятствия Я ни разу в жизни Не сослался на препятствия Почему Я верю Мой Бог великий Он чудный Он делает все И вот Отъезжать нам нужно было 11 тысяч евро Тысяч Чтобы выехать Чтобы нам дали справку Чтобы визу выдали Когда мы выезжаем Все на руках Но мне не хватает На бензин Не хватает 150 тысяч Где же взять деньги Я молюсь Задержался в интернете Заходит один в интернет И говорит Вам деньги нужны С Калининграда Откуда Я говорю Нужны Сколько нужно 150 тысяч Завтра получите Я говорю А кто вы такой Как звать Дмитрий Я говорю Ну Митя зовем Так откуда ты взялся Дальше Я гляжу В банке получают рублями Ну какие деньги Мне надо по 5 Чтобы меньше места заняло Я подхожу Она пятерками Мне отсчитала 5 тысяч Сколько надо И какими купюрами Только молитва Это решает Да Действительно Но я рассказываю То что люди знают Мой Бог Мгновенно отвечает Мне нужно книгу Одну выкупать Вот чтобы издать 4 тома Сейчас 4 вот так Стихов А только По 750 страниц По 800 Ни одной свободной строчки Такие стихи По 9 куплетов И эпиграфы взяты Мне нужны деньги У меня ночует Два священника Давайте помолимся Они А где деньги Откуда я знаю Где Легли спать В пол первого ночи звонят Вы Лапкин Лапкин У вас что Церковь А имя Климента Она названа Это лагерь Климента Анкирского У нас дядя Климент умер Мы из Сан-Францис Это Из Сакраменто Говорят что там Молитва особенно слышно Можно мы вам перешлем Утро мои деньги В остальные Он уже в кармане Рассчитался Ну вы слышали Такого человека Как Это Песоцкий Кто это Руководитель Сбербанка Сбербанка Главный банкир Алтайского края Вот Мне нужны деньги 50 тысяч Ровно 50 Звонит одна А вы возьмете 45 Я не успел ответить Звонок Второй Владимир Филимонович Звонит Так я за вами машину вызвал Послал Он меня У него день рождения А я выхожу Вижу Растет Миндаль Я сломил Он светет И ему подарил И говорят Это знак бессмертия Где-то Он уткнулся И считает Я ему книги все дарил Я говорю Владимир Филимонович Да отстань ты от меня Я нашел тут Про финансы написано Он мне на все вопросы Ответы Я говорю У меня задача Это выкупить книгу Книгу выкупить Он полечит Копался Копался Вытаскивает Меня кладет 50 тысяч ровно Это без отдачи Зашли когда Ко мне во двор Он ко мне приехал Я говорю Я когда дам вам звонок То я И выключу его Чтобы вы позвонили А почему Потому что мне нечем платить У меня ни копейки нет У меня нету Я 100% подаю на дело боже У меня вообще ничего нету Вот сапоги Видите Вот они какими Заплатами зашиты Я весь в заплатах Но я счастливый человек Он тоже вытаскивает И мне 10 тысяч дает В два раза дороже Моего телефона Я конечно приобщил книгам Владимир Васильевич Это я вам даю Спасибо Игнатий Тихонович Я не знаю Как я буду Благодарить Как отрабатывать Пером Перед Богом Будьте честно Только описывать Все написано о Христе О вечности Вот 40 лет Если я собирал материал Это понятно Что не на дороге валялось Я вот на свои стихи Сейчас смотрю Как будто это не я писал Это настолько выше Моего сознания Двойной тройной подтекст Мировые события Самому не верится Ну конечно Не верится И вот на сегодняшний день И конкретно ко мне Как это относится Так Володя Мы сейчас пойдем Я молоко здесь стоит Трехлитровую банку Забери Вас приняли хорошо здесь? Прекрасно Вот это Валентина Моя родная сестра А муж Это который трубу делал Рядом хозяин Это его отец И его отец Очень красиво Очень красиво Хороший человек Рассудительный Очень Очень Он почти Остатки жизни На корабле работал А потом Электровоз водил Машинист Машинист У него 6 сыновей Вот такое дело Это люди Это люди наши Да Немного А что немного Я ложусь спать Никто не ворует Я ложусь И стою Живой Нужно пробежать Все провести Каждый день бегаю С ребятишками Вот открыто Вот это все Это замок наш Ну понятно Ну как Стоило думать о Боге А не получится Закроет Города закрывают Страну развалили Я благодарю Бога Вчера Володя пас Вот этот вот Скотину Вон перед этим Я туда на велосипеде Уволокся Через разрушенные Мосты Там нельзя пройти И там записали Три ролика На фоне коров Овец У меня все уникальное Уникальное Потому что я не мудрю Вот Колодец И колодец Вот такие Оно же Больше круги Чтобы больше воды было И мне заводы Там какие Там ТС В Барнауле Это привезли Там кажется Мудрих или кто Эти люди не мои друзья Но они это сделали Они привезли Понимаете Все начинается с нуля Так вы зайдите сейчас Что я покажу Лет колокому Смотрите 1674 Представьте Звук Вообще 1774 Выгравировано здесь Вот отсюда Посмотрите даже Это интересно А само происхождение Это какое? Говорят А где вы такое взяли? Преступники подарили мне Вот так У меня две ученые собаки А рядом останавливаются Поезда я живу Их грабят 1774 Да 1774 И они вытащили там Масло Ковры И я с двумя собаками Я в уголовном русском Занимался Я их заставил Все вернуть туда И они дали мне слово Что они больше здесь Не будут воровать Милиция узнала Линейный отдел Ко мне пришли Ну кто это делал? Мы все узнали Вы вернули товар Вы такое дело сделали Я говорю Я дал слово Что их не будет Я не могу выдать их Они их крутили Вертели Никого нету Но один из них Потом вернулся Баржаволу Была где-то авария Там что-то И колокол Сырковное имущество Оказалось потопленным А они достали Он привез мне воску И вот этот вот Искусник Подарил этот колокол Да Который я А я сохранил им жизнь Их не посадили И государство вернули товары Жизнь должна быть интересной Но нельзя жить Только для себя тянуть Вот у меня фляга Можно попробовать Бей, бей Звук чистейший Да Это вот мои книги Которые распечатаем И возим В каждой пачке 8 книг Лучшая типография Какая может есть в Сибири Это Горно-Алтайская Она издавала Видите какое издание Горно-Алтайская Качество По качеству Вы имеете в виду Вот посмотрите Да, да, да По качеству Так это я покажу здесь У меня в трех местах склады У нас ничего нет Павел говорит Но мы всем обладаем Я обращаюсь Мельник Такая организация Элеватор И они мне каждый год помогают Вот это вот Евангелие Это я раздаю бесплатно Мы 30 тысяч Евангелий Бесплатно раздали В Алтайском крае 30 тысяч Книг Бесплатно А вот Приходят Приезжают ко мне Нынче они Вот от пломбы За пломберны Три фляги Я говорю Это что? Три фляги меда Фляги Мы посчитали Ну примерно 120 тысяч рублей Да Это не из-за что Это почему? Потому что все идет для Бога Это люди Которые Не нашего круга Совсем нет Нет Они просто понимают Один ничего не сделаешь Это помощь Это расположение Это у меня Коршуненок Коршун Таскали голубей А мы взяли его Я его воспитал Он летает Садится Ребятишки кормят Это элемент воспитания Посмотрите Сколько крыльев здесь Вот сюда зайди Сейчас дальше покажу А вот здесь у нас Большой экран стоит Вот это вот Скамейки здесь стоят А здесь вот 20 человек могут уместиться За столы Там еще 20 И вот это мы убираем Еще 20 60 человек А комната-то маленькая Вот она Смотри где книги Еще Погляди Так я сейчас Подожди-ка Могу даже открыть Тут лодки на ребятишках Четыре лодки Это директор РТИ Хромов РТИ Это настоящий патриот Видите как Обратился же С дорожным Холодильников нет Они мне холодильник какой-то там Списан Выделили То есть Когда меня спрашивают Что самое большое В моей жизни было У меня жизнь такая Необыкновенная была Я говорю Я узнал как Много у Бога Добрых людей Господи Я их не видел И почему-то Не знаю почему Эти люди мне встретились И они не просто встретились Они приняли участие В моей жизни Они статьи хорошие писали Вот какое чудо Самое большое Перед Богом У меня Что я узнал Живя на земле Как много у Бога Добрых людей А вот это лагерь Сейчас мы пойдем Это моя жизнь Потому что Когда меня спрашивают Говорят Ну зачем вы едете Вот всю жизнь трудились 50 лет Я материал собирал Я отвечаю Это мой народ Моя страна Они в грозной опасности И исчезновения А я не согласен с этим Вот почему Мой народ И моя страна Мне некуда больше идти Я здесь родился Я здесь родился С силовым структурам И вот ко мне подходит бабушка И говорит Отец Дмитрий У меня вот вопрос такой Можно задать Он говорит Иногда такой вопрос зададут Не знаю что сказать Я тогда вот так говорю Давай И она говорит Батюшка И она говорит Батюшка Вот когда я Еду В храм Стою на остановке Голосую И вот если едет Мусульманин Мусульманин Он меня довезет А деньги не берет Как брать Ты мать мне И едешь молиться Мать Но если русский везет Он говорит Обязательно деньги возьмет Говорит Это моя работа А я говорю Да ты бы Бабушку довез Заплатил за нее Да Купил Что там есть Она Да занес бы ей там В лифт Поэтому Мусульмане Ближе нас к Богу Ко Хрису Чем мы Православные Лжекрещенные Это он говорит Я с ним полностью согласен Вера должна подтвердиться Делами Самоотвержения Я для Бога живу Для Бога Скажи себе Бог меня избрал Дал рождение свыше Вдохновил меня Духом святым Я прожил радостно Да как так Меня тюрьмы мяли У меня все руки выключены Но я никого не проклинаю Я благословляю тюрьму Она так много Мне открыла глаза Так много я узнал Если бы я не сидел Я бы может таким и не был Солженицын Когда писал Архипелаг ГУЛАГ Он говорит Благословляю тебя тюрьма Недавно Новый мир написал 30 лет Как первая глава Архипелага появилась И тут же опровержение На 10 лет Раньше Страну наполнил Архипелагом ГУЛАГ Барнольский проповедник Игнатий Латтин Я на аудино считал За что меня посадили И растиражировал У меня в том Студия была Самая современная Магнитопон Я кище делал И все 100% Я это делал Это моя жизнь И она для меня Как раз Там по дню Вот так Ну вот Так он добивался Закрытия Все силы приложил Поднял тамошний Асс А приехал А с ним хорошо Приехал Этот Салдан Санитарный Ты знаешь Как они на доме И все это написано В этой книге Слова Божия Нету Мы сидим там Клеенками Все заслано Столы Нестроганные Доски Я помню Приезжал С нашей Санэпидемстанции Когда вас тут тоже Это Кормили Поели квасом И давали квас А не отравили Вы квасом Что могли Такоплели А когда уже Суды-то закончились Вот суд идет А теперь Это Смирнов-то Свидетель Там Ваша честь Судья Никакого лагеря Нет Это там Курятники А судья Говорит Позвольте Зарегистрированных Краевым отделом Юстиции Никакого лагеря Нет Тогда Другой суд Будет Он опять Лагеря Нет А там Фотографии Лагеря Статьи Он опять Да не Перестаньте И он думал Что ее Как бы Натравить А получилось Тогда ему Перестало Вообще верить И все А у них Там Дети Спят На вещевых Мешках Так Скажите А дети спят Днем или ночью Он говорит Ночью А вы ночью Хоть раз были Там Он говорит Не было А как вы узнали Она его запутала Скажите А сколько у вас Детей было Говорю Шестьдесят А подушек Сколько Говорю Сто двадцать А чего брать Он на вещушке То есть Они не знали Что делать И сгалялись Как хотели И кроме того Игнатий Тихонович Бил детей веревочкой Было же дело Да Символически То я помню Вот Детский Православный Лагеря Наш телефон Барнаульский Оторвался Вот интересный Еще случай Какой Нам нужен Бак Я его Заказываю На бум Полтора на полтора И другое А когда привезли Из Барнаула Там Какой-то Вагоноремонт Или какой-то Станкостроительный завод Какая жесть Смотри Тут железо И куда поставить Поставили в дерево До одного миллиметра Точно вошел Между двух деревьев Куда нам надо Даже это И то странно Нам кажется Размер его Точно вошел Но теперь Деревья-то растут Уже зажал Специально не заказывали По размерам Не заказывали Не заказывали Вообще Все делали А он сюда вошел Туда и вошел Вот он где Видишь Вижу Вот вошел Ну теперь он уже Сильно прижал А тот только вошел Сел и все Вот тут утолщение Для этой А на самом деле Вот он вошел Где надо И главное Ничего не знали Совершенно Какая крышка А у нас вода Подземная коммуникация Качаем из озера Ну и знаете Ну то есть получается И здесь Бог помог Везде Господь Везде Без Бога ни шагу И представьте 41 год У нас ни одной аварии Ни одного отравления Ни одного повреждения Ни одной болезни Еще надо А там по 6 детей гибнут То поток унес То отравились Ну считаем газеты Так и там куча воспитателей При этом Да Так Володя Ага Ну ладно Пошли Ой Кот мой Ну еще пришел А В башках Вот дети сидят За столом Посмотрите Вот с двух сторон Дети сидят Напротив каждого стола Дежурный Это уже мы Размонтируем Убираем Доски Все Когда большие Много детей было То второй Это Вот где еще было Столы Это в две очереди Это все Без помощи государства Не год Не два 41 год Ты прикинь Маленько Ты подумаешь Что это за единица И мне это надо Электричество подведено Ночью тут гитару играет Отдельно для костра место Каждую неделю Костер картошка Учат музыки Идемте А это Игнать Зимой Раньше было Тогда Было Тут набеги делали Сейчас еще Все сохраняется Со дня Восстанавливаем потерявки Все защищено Нормально Все нормально А тогда Вы знаете Вы писали про это И крыш отрывали Сейчас нет А вот это Вот подвал Который Самый Вошел в фильмы Вот подвал Вот посмотрите Он был закрыт Все это Не видно было И мы Разные коноплю Ставили Чтобы никто Не нашел Но КГБ Находило Они сразу После нас Приезжали Раскапывали Но раскапывали Это все Земля была Вот так Это под землей Дверей таких Не было Там маленький лаз А теперь Туда Если бы они Не были ленивыми Эти сотрудники Вот туда Да там теперь Еще нет Уже все завалено То вот здесь Это прощупали Они нашли бы Где пол Но чтобы не в одном месте Было Мы все полом Застилали Но в одном месте Доски вынимались Под землей Если бы эти доски Подняли Зашли Они обнаружили бы Там колодец И там картошка Вот Вот он Таинственный Этот лаз Самый Куда И главное Дети Уезжали Никто не выдал Дети Все знали Но мы делали так В каких местах Там было Дети приходили Окольными путями С завязанными глазами Теперь они работали И мы их оттуда выводили А они не могли показать Где И никто не нашел Где остальное У нас было А потом мы Там молились Детям рассказывали Как надо быть Твердым Верным Мы воспитывали В них мужество Вот оно где Это башня Для наблюдения И вот когда Уже мы ждали Последняя комиссия 2 августа Была 98 года Вот здесь вот Смирнов травил Вот это Это сооружение Это у нас Ничего Это для Вначале Когда не было здесь деревьев Все Корову куда уходили Чтобы находить Вышка Вышка Коровы Которые овцы Разошлись Где-то Когда ничего не было А потом мы насадили деревья Они уже закрыли А потом Когда суслики были вокруг У меня дети дежурили Чтобы коршуна отогнать Один вверху Другой внизу И тогда бежит И кричит Пошел Пошел на коршуна И вот дети Следили здесь И вдруг Из-за увидели Автобус выходит А у меня дежурные Стали ребятишки Там колокол такой бить Железяка Вот такая вот Так он бил бедный В рукавичках Шкура слезла Вся деревня прибежала Приехал тогда милиционер Тут я не знаю Починский был Его сняли До Афонина До Афонина Но самая поганая здесь Была Это от Смирнова Он что только не говорил Но сюда не зайти не могли Дети стояли Вот здесь По всему этому По крышам Ну деревьев этих не было Они маленькие были И вот так вот скандировали Не заходите И плакаты Коммунисты-людоеды Руки проще от лагеря Стана Болки лютые Займитесь своей душою Александр Невский говорит Бог не в силе А в правде И вот так вот стояли С плакатами А вот это вот Все это запружено было Тут милиция Пожарники Они ничего не сделали Ко мне надо было заехать И увидели чудесный котик у меня растет Вообще Заглядение Пойдем Дальше выходим Это вот все для детей Это их полотенца висят Там много полотенцев слева Это для ног Ноги моют Тазики Я должен все взять на себя Чтобы было интересно Кормить Это понимаете Обслуга Все работают бесплатно Вот эти доски Нарки Столбы Вот смотрите Вот это вот Келья А вот это вот печка идет Вот ее вот Вон она Заложили камнями И туда Огонь идет И он проходит И вот с этой стороны Выходит Там подогревается Это когда у них бывает Мокро что-то Вот оно где Два этажа Это все надо было сделать Жесть найти где-то было Вот здесь вот пекарня Молодя, еще можешь Потом откроешь Показать им Кухню эту Сходи, открой тогда И Вот вторая В день могут до 100 булок Булок Ну какие булки Вот они, смотри Вот Видите как все Все протравляется Специально тут Свой, говорится, формалин Вот загляните сюда Это все алюминием покрыто Вот две русские печи Это я сам печник А вот теперь топят И огонь идет под ними Один раз топили Теперь все время И она греет Другой огонь Регулирует там задвижки на улице Идет туда трубу Вот когда тут Горбулева Когда была Это все было на улице Вот А здесь Все, пожалуйста А это вот наши Это оттуда А оттуда комнату Пойдемте посмотрим Еще одна Там у нас Настольные пени Для видеокамер Что-то не влей Еще нет Вот обыкновенную Вот Два этажа У меня на всех матрасы На всех одеяло Одеяло синтепоновое Два предпринимателя Согласились И все это сделали Мне купили А раньше мы набирали Солому по полям То есть времена меняются Мы на месте не стояли Когда наша деревня была здесь У меня в саду было 123 створечника Представьте себе Вон они везде висят Я люблю птиц очень С детства занимаюсь Вот Теперь мы заходим сюда Кое-какие продукты Все остальное завозим Это качалки для детей Это все из Барнаула привез Вот они дети Здесь за ним Вот и играют Это для них Любимое занятие А это вот тарзанки Мы уже сняли Чтоб никто не снял веревки Это особые качели Вот их когда перевернешь Там на саду Ну вот туда там Так сделано Ну а там держатся Качаются Это шланги Которыми поливаем У нас тут Своя ягода Клубника Вот оттуда Даже можно глянуть Вот это ягоды Там три хелия Это женские Мальчики не имеют права проходить напротив женских А они Клеветали мальчики С девочками То есть по себе ровняли И ничего не было доказано Они посрамлены были Вдребезги Все Вот пожалуйста Это береза Мы все сами делаем Уже вороны Сети ходят Бум Вестибулярный аппарат Отрабатывают Это 35 метров Пожалуйста Это башня Которую они могут наблюдать Тут рядом две городочные площадки Забетонированные Можем увидеть Давай-ка зайдем туда Вот футбольное поле Перед вами Видите Вот ворота Футбольное поле А подальше Вон видать Там волейбольное Ну все Сейчас Володя Вот так Потом можно надеть будет Вот Держите туда Надо Садить Вот Это каждый год Оно все гниет Надо подправлять Вот колеса Они по колесам Ребятишки бегают Вот этот бум Маленький На него становится На лошадь садиться Что было Каждое воскресенье Катание на лошади Это ребенок Вот это как Батус Сделаны Койки закопанные Они на них прыгают Вот справа Вот они Койки Это ребенок Я должен на все возрасты Вот это большие качели Тут тарзанки Ну подойти Вот здесь у нас Тоже не просто было сделать Вот это Выкопанные ямы были Потом камень А потом забетонировались И в городке И в городке играет Вот фигуры стоят здесь Вот вторая И охота тебе заниматься Вот мне все спрашивают Я вопрос никогда не ставлю Я даже подошел к озеру здесь И гляжу В озере доска плавает широкая Я говорю А зачем доска? Ну это Катька Она хотела Да на доске кто плавает? А я приготовил Привез обрезные доски Хорошие Я сразу решил делать ей плод Сделал плод 144 бутылки Пустые В 6 мешков Сделал плод С ручками Чтобы сидеть было Ее поставил Главный Катя плавает А рядом Там скамейки На пруду Чтобы зрители были здесь Могли сами покататься Но ничего нет Весла сделал И мой там Этот зять Которого сейчас были Он говорит Там рыбачит И говорит Чем попало занимается На меня Что я занимаюсь Ну это в самом деле Это так и есть А моя сестра Валя У которой сейчас будет Это жена его И говорит А ты бы стал заниматься этим Он говорит Никогда А мой брат Аким Рядом сидит Он говорит Вот это наша разница От Игнатия Ты держишь поросенка А я держу ребенка Я совершенно живу Ненормальной жизнью Я согласен Корявая такая биография Но я живу Красиво и интересно Мне это нравится Вырастают люди Они все это вспоминают Они вспоминают Строгость И абсолютную справедливость У меня здесь целая система Физических наказаний Ой Как умираю Тут КГБ приехало Ничего не нашли Ну уберите из устава Что наказание Я говорю Не могу убрать Никак А какое наказание Простое Вот мы помолились За стол Показать платочки Я переоделся Забыл Меня не касается Вон тополя Бежать до них А то видишь Ногой бежит Пока бегал Уже второе Только первое Тебе не попадет Я ему память пришил В один день Бывает одежда Забывает Мать говорит Ботинки однажды забыл Там брюки Разделся Ребята Ну-ка пройдите дежурное Чья А дети знают Чье А это Вовкино Так Вова Ты знаешь порядок Ты должен этот костюмчик Свой взять Вот вокруг лагеря Три раза бежать Крутить над головой И кричать Я забываю вещи Застану А когда ты прибежишь Уже и второго дня Только компот достанется Это один раз Больше он этого не сделает Ему 12 лет Не могли приучить Я его за один день приучил Почему? Физическое наказание Ян Затаус говорит Душа с телом Так плотно связана Что когда мы наказываем Тело Душа врачуется Вы побыли здесь Держите это в памяти Когда будете Где бываете В детских лагерях Скажите У вас все есть Вы детей не хотите знать Ребенок это целый мир Что вы знаете Я там могу А ребенок Отлично Подошли Я его игнать А он еще не делает Я подошел Потихоньку А он жучка Расплывает Не проще Может это будущий биолог Надо посмотреть Что его больше всего Привлекает Чем он живет Постоянно Чтобы наблюдать за ним Обязательно Чтобы знать его хорошо Ну вот и все Мы тут пока обедаем А тут малая постелушка Видите Вот они стирают Когда нахолочки Там платочки Оно каждую неделю У нас баня для них И кажется Три стиральной машины Это то что нам Бог дал Ну что значит Связи мы Восстанавливаем прежние Думаю будем Теперь наведываться К вам Так все фотографии Если вы Я их вам знаете Что могу сделать На флешку Могу на флешку скинуть А на флешку Как вы имеете Да я на свою скину А как Да нет Там у себя Скину дома Ну а я как получу А кто-нибудь У вас Аким Тихонович Или кто-то Зайдет туда А сколько объем Объем нормальный Вы сделайте На жесткий диск Оно все войдет Я вам на диск могу На диск Флешку не надо У меня флешка 500 гигабайт Это жесткий диск называется У него на тысячу гигабайт Давайте я его на диск Для фотографии сброшу На диск На диск На диск 10 рублей Все На простой Это баланс Вопросов нет До свидания Ну что давайте Не болейте Я не болею И когда я выступаю Я за всю жизнь Одной таблетки не съел А почему А то что болит Это не болит Это естественно Старение организма Не обращай внимания Живи красиво и интересно Не стани И вот передают Разная там Реклама лекарств Это как обобрать Стариков Они передают Они что-то другое Спасибо за книги Но я прежде чем писать буду Я загляну в интернет еще Обязательно Посмотрю там еще А ты знаете Когда зайдете на форум На форум И там поисковик Потеряевка А когда на сайт зайдете Там 55 папок отдельно Потеряевка И все Вы там найдете Море А у вас есть кто хотел бы иметь такие Кому подарить Сайт наш Друзья у вас есть Почему не найдутся Я вам дам несколько штук И вы не на один день Где будете скажите Это богатейший сайт Я подарю Путину Я это Я же о вас друзьям рассказывал У меня в одноклассниках Даже где Галенко нас фотографировал Мы беседуем сидим На бревнышках Я эту фотографию Выставил в одноклассниках Она у меня стоит В одноклассниках на странице И вопросов куча было От друзей А у вас есть выход в интернет? Есть У родных, близких Да какой разговор-то? Есть Вам и вашим детям Вот там И вопросы задавали С кем Я написал там Что ведется беседа С известным христианским проповедником Игнатием Тихонович Лапкиным Посыпались вопросы От друзей все спрашивали А с кем он? Где он живет? Так вы теперь только сайт добавите Сайт Больше ничего не надо Лады Скажите Если вы зайдете в интернет Вы только два слова запустите Игнатий Лапкин Там и хорошее, и плохое море Там где-то около 60 страниц примерно Хорошо Я обязательно До свидания А консультироваться я буду Я буду звонить Ехать где? Найдем, наверное Через деревню Только не застряньте Теперь мы уже знаем Ну а если вот так прямо вам нужно ехать Да вам надо на трассу выезжать надо Или через Корчино Через Корчино Через Корчино, нет? Через Корчино Вот можете как проехать Вот до околочка Вот И прямо дальше по столбам Да лучше надо как езжать А то еще не собьетесь Вот вот здесь заворачивается Она и дальше по столбам пошла Вон элеватор стоит Ну что, давайте Ну я думаю, в третьем Давайте Горбулева не работает На пенсии Ага, я и привет, корейдан Передавайте Ага, спасибо за все У вас есть такой главный ветеринар Вы знаете его? Григорьев Ну давайте, это у нас у вас Он помогал Он хороший человек Он интересовался всегда сильно очень Ага, до свидания Субтитры сделал DimaTorzok